Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшний вебинар «Тайные знания эзотерики» с эзотериком Андреем Дуйко. Сейчас я быстренько отключу звук. Итак, сегодня я постараюсь максимально быстро ответить на ваши вопросы, которые есть. Также поздравить вас с наступающим праздником. Мой любимый праздник – это праздник Воскрешения Христова, который называется Пасха, или Христианская Православная Пасха, если правильно. Что обозначает из падения в абсолютное небо, что обозначает прощение, что обозначает, что как бы все ни было, всегда ты можешь достичь наивысшего, ну и так далее. В этой великой истории обмана и предательства все равно тот, кого обманули, предали и убили, все равно смог достичь наивысших, проявленных состояний за счет своей истинной веры, внутреннего сердца и колоссального человеческого подвига и желания. Ну что, давайте начнем. Мила! Здравствуйте, Андрей Андреевич! Как настроить себя на выздоровление? Надоело болеть. Врачи не могут определить, какой СНГ приобрести для здоровья. Ну, давайте я вас научу. Дело в том, что мир так устроен, что наше тело, оно старше и дольше развивалось, чем наше сознание. Наше сознание, оно вообще связано с тем, чтобы просто проанализировать и объяснить, почему у нас что-то не получается, из-за чего что-то не выходит, почему мы болеем, из-за чего это происходит и так далее. Есть еще душа, где мы чувствуем, то есть у нас возникает чувство, именно поэтому дети считают, что они думают сердцем и показывают на свою грудь, и когда вам очень больно и вам хочется плакать, то чувство возникает прежде всего вот здесь в груди вашей и так далее. Также есть еще физическое тело. В отличие от нашего сознания, физическое тело, сознание осознанное, оно состоит из определенных компонентов. Это дендриты и аксоны, которые соединены в синапсы, которые в свою очередь соединены в объемные образования, которые называются большими полушариями, и которые являются мощнейшими регуляторами интеллекта и являются мощнейшим инструментом для осознавания, ощущения, обучения и так далее. При этом есть еще отдельные системы нашего мозга. Так вот, системы нашего мозга, они гораздо современнее, и если рассматривать эволюцию, то человек со своим уже обоснованным разумным сознанием уже сформировался в достаточно позднее время. И если рассматривать целым человеческий организм, то можно сказать, что наше сознание сформировалось гораздо позже, и наше сознание, оно очень далеко от наших клеток, нашего тела. В то время как клетки нашего тела, они настолько древны, и ДНК и РНК, которые находятся в клетках, а также сама система управления клеток, они более древние. Вот что происходит в жизни человека. Часто так бывает, что наше сознание, оно хочет управлять нашими клетками, но не знает, каким образом это делать. Наши клетки, они умудряются и знают, каким образом самовосстанавливаться, но очень часто этому мешает некое ощущение или некий барьер. Такой барьер в свое время, о таком барьере в свое время сказал Фрейд, Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг. И этот барьер условно, сейчас уже это психология, применимое слово, которое называется подсознанием, или сознание, которое находится, как сказал Фрейд, является мостом между нашим сознанием и нашим телом. Так вот, в чем-то они правы. О чем я сейчас хочу рассказать и почему так далеко я отступил. Я дам несколько таких ярких методов. Как же все же не болеть, каким образом можно себе помочь. Наше тело, оно умудряется саморегулироваться. Но это возможно только в том случае, если ваше сознание поверит, что тело от него отключено. В этих нескольких словах заключен любой принцип гипноза или принцип запуска ресурсного состояния, который есть в человеческом теле. Каким образом можно себя восстанавливать и какие бывают методы. Вот один из них сейчас я вам объясню. Смотрите, наше сознание, оно мешает нашему телу восстановиться за счет своих внутренних ресурсов. Так как в наших клетках находятся механизмы, которые способны самовосстанавливаться и способны к самовосстановлению. Именно в этом устроен принцип самовосстановления, когда сознание вообще выключает. Как, допустим, когда люди принимают препараты, сделанные из ауяско, когда сознание полностью отключается. И в этот момент наш организм настроен на то, чтобы воспользоваться самовосстанавливающими ресурсами. Также есть исследования, где говорится о том, что человек, который впадает в состояние комы и не контролирует себя, у него ряд заболеваний исчезает, через какое-то время он приходит в нормальное состояние, аннезия исчезает. И после чего человек начинает осознавать, что ряд его заболеваний, которые до этого времени были хроническими, такие как сахарный диабет первого типа или второго, заболевания, связанные с неправильным гомеостазом или аутоиммунными заболеваниями, полностью прекращают иметь место быть. Ну и это натолкнуло некоторых ученых на гипотезу того, что сознание наше, оно мешает восстанавливаться нашему телу, в то время как тело мешает нашему сознанию более активно развиваться. Но сейчас мы говорим о болезнях. Какие существуют методы и как отключить свое сознание? Метод предельно прост. Необходимо встать и наше сознание, оно воспитуемо. Именно поэтому любые внушения или сугестивные внушения, они воспринимаются нашим сознанием как повеления. И наше сознание способно при очень громком или очень таким точным повелениям, оно способно воспринимать это как приказ. Откуда это взялось? Ну, понятия пока еще идей таких еще не существует. Так вот, как это использовать? Смотрите, я расскажу вам в течение трех минут, как можно восстановить свое тело. Это очень несложно делать. Становитесь перед кроватью, выключите звук, разуйте, чтобы вам было удобно. Сделайте так, чтобы в помещении не было ни жарко, ни холодно и было удобно. И скажите себе несколько слов, которые звучат так. Сейчас мое сознание отключается от моего тела на счет три. И говорите раз, два, три. После этого падаете на кровать и перестаете шевелиться. И произносите себе, я не могу поднять руку. Конечно же, вы в этот момент можете поднять руку, но вы обманываете ваше сознание. Говорите, я не могу поднять левую руку. Не могу пошевелить пальцами на левой руке. Не могу пошевелить пальцами на правой ноге. Не могу пошевелить пальцами левой ноги и так далее. Это делайте не очень долго, на протяжении одной-двух минут. После этого скажите, мое сознание отдельно думает о чем угодно. Но в этот момент мое тело, мысленно можете произносить или шепотом, но в этот момент мое тело полностью подчиняется, полностью отключается от моего сознания и самовосстанавливается. Прямо с этого момента я начинаю про себя считать от 100 до 1, где я буду погружаться в состояние восстановления своего тела, где и дальше мои почки начинают вновь хорошо работать, находят ресурсы для того, чтобы самовосстановиться. Мои суставы начинают правильно и хорошо работать, находят силы внутренние и саморесурсы для того, чтобы восстановиться. И ставите предварительно программу, она называется сугестия или внушение. После чего, закрыв глаза или с открытыми глазами на вдох и выдох, начинайте мысленно перечелкивать календарь со 100 до 1, 100, 99, 98. Когда дойдете до единицы, можете сказать, пусть в тот момент, когда я буду восстановлен, перейду в режим сна и закрыть глаза. Или второй вариант, в тот момент, когда тело мое начнет самовосстановление, пусть я перейду в режим сна или в режим думания или в какой-либо другой режим. И в этот момент, считая от 1 до 100 или от 100 до 1, вы фактически будете производить режим самовосстановления. Поверьте мне, это то же самое, что делает Анатолий Михайлович Кашпировский. Любой гипнолог, ну кто угодно, именно так это все работает. Сама идея условно связана с парадоксом, где наше сознание подавляет самовосстановление наших клеток. И наши клетки, они не могут самовосстанавливаться, потому что им лень самим находить пути решения, так как есть центральный ум, они ему подчиняются полностью. Но стоит нашему сознанию хотя бы гипотетически отключиться от нашего тела хотя бы на небольшое количество времени, когда в этот момент наше тело начинает производить самовосстановление. Главное поставить такую задачу, и это все чрезвычайно несложно делать. Второе, активное дыхание. Как ни странно, активное дыхание, при котором человек говорит, все, надоело мне болеть, выходите на улицу или на балкон, говорите, все, надоело мне болеть, с этого момента болеть не буду, чем бы ни болели. Становитесь, ноги ставите на ширину плеч и начинайте, не поднимая и не отрывая пятки от пола, раскрыв как можно шире рот, так как будто вы говорите, а или о, вот так, а, как будто очень громко говорите, только не произносите, начинайте раскачиваться быстро. В этот момент у вас включается диафрагмальное дыхание, то есть ваша диафрагма, она начинает качаться, и воздух самостоятельно начинает проходить через носоглотку и рот, заполнять легкие и выходить. При этом количество кислорода и количество углекислого газа, оно варьируется в зависимости того, насколько вашему организму сейчас необходим ацидоз или алкалоз. Это связано с тем, что одним людям необходимо больше углекислого газа, в случае если у них есть напряженное состояние, а когда мы живем и в обычной нашей жизни имеем какие-либо заболевания, они обусловлены частыми переживаниями, стрессами или перееданием, или еще чем-либо, это может вызвать принудительное, то есть человеку необходимо больше углекислого газа, а он дышит слишком глубоко и потребляет большее количество кислорода. Или человеку необходимо большее количество кислорода, но он при этом потребляет, его дыхание неполное, и он недополучает углекислый газ. В первом и втором случае определить это самостоятельно невозможно. Но наше тело вот таким образом способно само включиться в процесс самовосстановления. И вот такие дыхательные процессы, которые называются дыханием по патрулу, они способны помочь человеку самовосстанавливаться. Такое дыхание не нужно использовать или выполнять длительный промежуток времени. Можно это делать одну-две минуты, но просто часто. То есть вы становитесь, говорите, все, надоело мне, с этого момента болеть не буду. Открыли рот как можно шире, засекли время, и просто раскачиваясь, делайте так, чтобы у вас вдохов привычных вам и выдохов привычных вам не было. Если у вас вдохи и выдохи есть, старайтесь не дышать. Пусть это делает ваша диафрагма. Таким образом воздух, который будет вентилировать ваши легкие, будет заходить без принудительного, активного использования межреберных мышц. И это приведет к тому, что воздух будет входить в этот момент, ресурсы организма начинают получать не то, что мы в них пихаем, и делаем это при помощи наших мышц грудных и легких, а то, что им необходимо через какое-то время. Это происходит приблизительно через одну, извините, тире, две с половиной, тире, три минуты. Если дышать одну минуту, то обычно со следующей, второй или третьей начинается процесс самовосстановления. И от того, насколько часто, кстати, не долго, а часто вы будете это делать, зависит эффективность. Очень эффективный метод, пожалуйста, используйте. И в первом и втором случае мы ориентируемся на ресурсы, которые сохранены в нашем теле. И в первом и втором случае наше тело, оно гораздо эволюционирующее, и даже не так, гораздо имеет больше ресурсов для восстановления, так как каждая клетка нашего организма является очень старой. И всего, что наше тело хочет, оно хочет, чтобы сознание не мешало ему восстановиться. Наше тело очень часто хочет восстановиться и хочет самостоятельно. Очень часто оно дает определенные сигналы или производит эти сигналы. Сигналами может быть отказ от еды, не хочется кушать. Отказами может быть сонливость, когда говорят прямо нужно лечь и полежать. Отказами может быть не шевелиться и полежать тихонечко. Отказами может быть дерганье или мышечная спастика, или мышечная слабость, или еще что-либо. Для чего это все делается? Так организм сигнализирует нам о том, на что необходимо ориентироваться. Так в случае, если человеку совершенно не хочется сладкого, то и не нужно его принимать. Так в случае, если человек чрезвычайно хочет кушать, то и нужно тогда в это время снизить, повысить глюкозу, потому что, скорее всего, в ней вы нуждаетесь. То есть, вот таким образом это все устроено. Здесь есть еще такой механизм, из-за чего человек болеет. Я считаю, что человек болеет из-за многих качеств и параметров, и первопричин существует просто, наверное, тысячи. Но одна из первопричин, о которой стоило бы сегодня поговорить на эзотерическом семинаре, она заключается в фанатизме. Вы знаете, что очень часто именно фанатизм не заставляет человека болеть. Я часто произношу эти слова у себя на семинарах. Старайтесь быть эстетами больше, чем фатальными маньяками или людьми, которые чрезвычайно и активно стараются делать все по максимуму. Смотрите, как выглядит все. Когда человек ест, он наедается приблизительно через одну-две минуты. Очень часто бывает такой рефлекс, когда человек говорит, а вдруг я останусь голодным. Это первородный какой-то или очень старый рефлекс, который связан с прошлыми первоплощениями. И в этот момент человек отказаться не может или фанатично может съесть очень много. Так вот, фанатизм в лечении, фанатизм в тренировках, фанатизм в интимных отношениях, фанатизм какой-либо. И как бы либо фанатизм не проявлялся, этот фанатизм очень часто является фатальным. Поэтому, если вы решили закаляться, не фанатично в первый день, второй и третий, потому что после этого заболеете и не дай бог там последствия будут. А по чуть-чуть. В начале сняли носки, постояли на холодном полу, после чего уже на пятый или шестой день удлинили до двух-трех минут. И только после этого зайти на снег поставить. Но уже до того момента, пока вы начнете нырять в прорубь и плавать в проруби, вам необходимо привыкать к этому на протяжении трех-четырех месяцев. А если человек сходу забежит в прорубь, покупается там в этой проруби, после этого еще и походит по холодному полу босиком, после этого постоит на сквозняке, то остеохондроз, какой-нибудь остеолордоз или какие-нибудь проблемы позвоночника, хрящевой ткани и суглобов или артрита, но не миновать. Поэтому очень часто болезни любые, которые связаны с фанатизмом, они проявляются. Так женщины фанатично худеющие получают болезнь фанатично худеющих женщин, которая может проявляться в виде эзофагиального рефлюкса или язвы двенадцатиперстной кишки. Так мужчины, которые старательно объедаются, могут получить панкреатит или язву желудка. Или выпивающие очень сильно могут в дальнейшем развиться заболевания почек или заболевания какие-либо еще. Так фанатизм, он не хорош, а эстетизм хорош, потому что эстетично это с удивлением, с расстановкой, с, наверное, пониманием того, что в тот момент, когда уже не нужно и не хочется, то делать больше не стоит. Сейчас, извините, я выключу кондиционер. Ольга Наливайко. Андрей Андреевич, посмотрите, пожалуйста, Ольга, 45 лет. Организм в раздравии полном. Что мне делать, чтобы снова быть здоровой? Ваша проблема связана с перенесенной инфекционной болезнью легких. И, скорее всего, есть недолеченное состояние, при котором иммунитет сорвался и пикирует с большой скоростью. Что необходимо делать? Смотрите, есть иммунно поддерживающие препараты. На первое место необходимо поставить, конечно, витамины. Принимайте витамины. В случае, если есть проблемы хрящевой ткани и позвоночника, помните, что скорбиновая кислота является мостиком для хрящевой ткани. А для создания синавиальной жидкости, которая смазывает хрящи, является никотиновая кислота. Есть ряд препаратов, которые очень дешевые. Никотиновая янтарная кислота, скорбиновая кислота. Они чрезвычайно полезны всем людям и являются мощными стимуляторами иммунитета человека. Начинайте лечение с них. Опять-таки обращайте внимание на артериальное давление, обращайте внимание на ваш сон, увеличьте сон и так далее. А раздрайв в вашем случае связан с иммунитетом. Улучшайте иммунитет, общее состояние улучшится. И какой ваш возраст, слушайте еще. Рашида Гайсина, с уважением, ученица ступени. Огромное спасибо. Ой, спасибо, приятно. Лилия, здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, Иерусалимская магия, это сильная магия? Спасибо, если расскажете немного о ней, заранее спасибо. Я не знаю, я не знаком с Иерусалимской магией, ничего не смогу сказать. Но там, где есть религия, обычно возникает и магия. То есть это отступление от религии с использованием каких-либо канонов, которые либо запрещены, либо не популяризируются в религии. Поэтому, знаете, говорить об Иерусалимской магии какой-либо, это говорить о магии в целом, которая запрещена в религии. Я не противник религии. И я, ну, не знаком с такими, знаком с системами, которые могли бы противоречить религии. Но я их не использую. Я знаком, но не использую. Ну и никому не советую. Поэтому на сегодняшний день, я смотрю, очень много появилось эзотериков. Они все уникальны. Очень много есть ребят, которые пробуют заниматься на этом поприще зарабатыванием денег. Этих людей чрезвычайно много. Я подумал, что нужно об этом сказать. Дело в том, что очень часто люди, которые занимаются популяризацией или продвиганием своих семинаров, или своего какого-либо опыта, или еще чего-либо, они могут, они очень часто ориентированы исключительно на зарабатывание денег. То есть заработать деньги, а дальше уже не заморачиваться. Таких людей очень много, которые будут говорить вам, придите, и мы сделаем вот это, вот это, вот это, и вот так, вот так это произойдет, и эта магия самая лучшая, и вот так вот если делать, то это все будет происходить. И потом время проходит, и человек говорит, ну, мне не помогло. Ну, тебе не помогло, не мешай другим. Отступай и уходи. И поэтому обращайте внимание на, наверное, обращайте внимание, все равно человек будет путешествовать и по эзотерике, если ему это нравится, и в эзотерических направлениях. Но обращайте внимание вот на что. Смотрите, эффективно это с вами или нет. В случае, если это неэффективно, ну, тогда. И обучайтесь у тех, кто вам нравится визуально, нравится, как это происходит. В случае, если это существенно бьет вас по карману, то тогда и не нужно это. Очень часто сейчас самым важным является что-то продать. И продают, причем очень часто это выглядит как полнейший бред и исключительная чепуха. Ну, знаете, если людям это нравится, пусть он уже идет. Наташа Савали. Любви. Вопрос, перееду ли я за границу. Переедете, если захотите. Джакушева Елена. Джакушева Елена, спасибо большое, пожалуйста. Мари Поле. Можно ли практиковать Сангэя в пасхальные дни? Можно, да. Нет, в этом никаких запретов. Большинство наших Сангэя это тихие такие шепотки, где человек просто занимается. Поэтому праздник Пасхи. Праздник Пасхи проведите дома. Любой праздник это повод увидеть близких, сказать всем о том, как вы их любите, восхищаться вами. Почему мне не везет в любви? Вся проблема любви заключается в том, что человек, который ориентирован, чтобы его любили, забывает о том, что любят только тех, кто эмоционирует. Эмоционирует как? Не имеет значения. Эмоционирует, вот почему нет друзей? Одна из особенностей коммуникации заключается в том, что человек, с которым хочется дружить, он должен быть полезен другому человеку. Как человек может быть полезен? Смотрите, человек может быть полезен в постели, то есть есть интим. Человек может быть полезен эмоцией, и человек может быть полезен финансами. То есть человек может рассказывать что-то и создавать эмоцию, хорошую или плохую, ну, принося пользу или нет. Человек может быть в постели интересен, у человека можно деньги занять. Во всех остальных... Люди устроены так по принципу эксплуатации, знаете, даже через призму любовь все равно эксплуатация происходит. Таким образом, можно сказать, что любая коммуникация, и в том числе любовь, которая проявляется, она связана с тем, может быть человек быть использованным или нет. Когда человека невозможно использовать, и почему человека не любят? Дело в том, что очень часто, когда ничего человек дать не может, то он думает, что как бы по человеку, человек думает, ну, если мне невозможно использовать, то тогда я вообще никому неинтересно. Любого человека можно использовать, если человек создает эмоцию какую? Восхищение. Хотите много друзей? Хотите, чтобы вас обожали? Хотите, чтобы люди просто по-нереальному обожали вас? Начните говорить прилагательное об этих людях. Говорите, восхитительная женщина, восхитительный человек, какая ты особенно красивая, я такая поклонница твоя, мне так нравится. Хотите оттолкнуть человека? Говорите ему какие-нибудь глаголы. Мучил, замучил, пришли, ушли, сделал, вот ты такой деловой и так далее. Дело в том, что любые прилагательные восхищения, они делают вас нужными в глазах этого человека. Если вы создаете эмоцию, если вы создаете обаяние, обаяние, когда кто-то кого-то хвалит и кем-то восхищается, то эти люди вас будут обожать и будут вас любить. Это особенность нашей жизни. Есть особенность такая, которую люди не замечают. Никогда не хвалите в женщине одежду и никогда не говорите, какие красивые на тебе очки, какие красивые на тебе, какая красивая машина, какие красивые кольца, не говорите этого. Всегда говорите то, какая женщина. Особенная, красивая, красивые глазки, носик, ручки, как красиво ходишь и так далее. Вот это называется женские комплименты. Но такие комплименты никогда не говорите мужчинам. Потому что мужчинам не понравится, если вы будете говорить, надо же, какой у тебя красивые глаза или красивая борода или красивые пальцы. Мужчины этого не понимают. Вот если вы видите что-то на мужчине, там часы красивые или видите одежду, или видите у него, не знаю, что там можно видеть, я не женщина, но что-то ж видите, говорите об этом. Такой статный, красивый костюм, надо же, красивые туфли, хорошие часы. Вот говорите эти слова. Тогда вы сегодня элегантно одеты, вы такой, там, об уме можно говорить мужском. Этого не говорите женщине, обращайте внимание на ее внешний вид. Алексей, Андрей Андреевич, добрый день, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Вот как нужно обаять человека, видите. Скажите, пожалуйста, на что мне обратить внимание, чтобы стать богатым? Через свой блог, помогая людям. Смотрите, вы сейчас, когда мне вопрос задаете, вы задали их не один, а три. Вы знаете это? Смотрите, чтобы, на что обратить внимание, скажите, пожалуйста, на что обратить внимание, чтобы стать богатым? Первый вопрос. Через свой блог богатым. Второй вопрос. И третий, помогая при этом еще людям. Смотрите. Как мне стать богатым? Несложный вопрос. Нужно ответ такой, что я умею хорошо делать. Ну, тогда выглядит это так. Я умею вести хорошо свой блог. Ну, отлично. Тогда сразу же такой вопрос. А вы, кто вам сказал, что вы хорошо умеете вести свой блог? И человек говорит, и еще при этом помогая людям. Ну, это очень усложняет. Смотрите, стать богатым несложно. Заказали в Китае что-то дешевое, нашли это что-то дешевое, что-то всем нужно и продали у себя в своей стране. Это вам не подходит. Тогда блог, допустим, в Ютубе. Решили снимать что-то, что могут люди смотреть и монетизировать этот канал. Чего не хватает, почему не смотрят и так далее. Хочу вам дать совет. Смотрите, он выглядит следующим образом. Когда человек что-либо делает, он должен знать, что до него что-то кто-то делал. Допустим, я хочу записывать музыку, эту музыку продавать и делать на этом блог в Ютубе. Но до меня это уже делали те люди, у которых большое количество подписчиков. Вы с этим согласны? Согласны. Допустим, возьмем Дуйко. Он читает блог, который посвящен эзотерике. У него 3000 видео, маленьких и больших, которые есть у него на его Ютуб-канале. И я являюсь вашим конкурентом, потому что вы хотите как Дуйко помогать людям и быть конкурентом. И вы только начинаете. Поисковая система, она не видит ни Дуйко, ни ничего. Она видит количество комментариев, количество лайков, количество видео. Конец. Смотрите еще раз. Количество комментариев, количество лайков, количество видео. Больше ничего. На этом основано то, насколько высоко будут показывать или низко будут его показывать. После этого вы снимаете видео, которое посвящено эзотерике или посвящено саморазвитию, помощи людям и так далее. вам для того чтобы быть конкурентом кого будет он показывать меня первого почему потому что у меня комментариев много лайков к разным видео много и youtube видео тоже очень много таким образом когда вы снимете видео она в каталоге будет далеко внизу таким образом для того чтобы вам становиться тем кого начнут видеть вам необходимо либо платно это делать что он не подходит я так понимаю либо знать что для того чтобы стать таким как я особенность таких людей как я заключается в том что нам со временем надоедает заниматься тем чем мы занимаемся и мы делаем это вяло то есть если раньше я мог записать 100 видео их опубликовать то сейчас у меня на это не хватает я делаю их редко то есть это говорит о том что канал тормозится и это принципе у всех одно и то же происходит после этого выскакивают более молодые которые горят этим и каждый день делаю там 100 шорт сов 10 видео один там выход один выход в большой они когда начинают то их никто не видит почему они должны набрать себе критическую массу они должны быть сначала пройти я так предполагаю семь или восемь каких-то уровней то есть уровне такие которых смотрит 100 человек уровне которых иногда смотрит 1000 человек уровне которые смотрят 100000 уровне которые смотрят там 500000 уровне которые смотрят миллион и вот вы доходите до какого-то момента вы находитесь на уровне который стоит смотрят 100 человек не останавливайтесь вас не будут смотреть здесь в начале самое важное ежедневно Часто, много снимать видео, где угодно, каких угодно, каких хотите, помогая, не помогая, разнообразных. Почему? Люди не хотят, чтобы им помогали, для этого необходимо стать экспертом. А для того, чтобы стать экспертом, необходимо экспертность свою доказать. А для того, чтобы, вот смотрите, я тебе хочу помогать, не продашь ничего. Почему? А кто ты? Где твоя экспертность? А что такое экспертность? вот я хочу допустим как я допустим ну кто гастроэнтеролог я гастроэнтеролог я хочу помогать людям я говорю я гастроэнтеролог петя иванов хочу помогать людям никто не будет смотреть теперь я другой гастроэнтеролог я говорю а вы знаете что существует изофагиальный рефлюкс это такая уникальная болезнь когда человек принимает пищу и эта пища у него в желудке не обретает нужное окисление и в этом участвует поджелудочная железа она выделяет ферменты нижняя часть желудка верхняя часть желудка сфинтеродии сфинтеродии он раскрывается пища забрасывается это называется изофагиальный рефлюк первое видео второе видео ого вы представляете и так далее то есть я рассказываю о том как работают внутренние системы и так далее в этих видео делаю много что я делаю в этих видео я продаю что-нибудь нет тогда что я делаю я доказываю свою экспертность потому что для того чтобы что-либо продать необходимо сначала доказать экспертность второй вариант фрик он называется фрик второй вариант очень подходит кстати почему он подходит дело в том что количество людей умных очень много а интернет устроен по принципу где много лайков и где много комментариев на этот канал больше пускает он людей почему активность это называется таким образом когда человек допустим себе в губу вкачивает там толщину зажигалки после этого бревает одну сторону головы и ведет себя развязана используя маты заикается там сморкается бросает отрыжку делает и так далее при этом рассказывает о чем-либо то многим людям это не нравится они начинают писать да откуда ты вылезда ты не умеешь разговаривать что это такое сколько это может продолжаться и так далее это все создает резонанс то есть резонанс и люди начинают обращать внимание так появились такие люди которые называются там руки базуки этот мальчик который сейчас там этот мальчик который сделал губы огромные рыжий не помню фамилию ну и вот такие фрики они становятся очень популярными потому что глядя на них многие создают я использовал такой метод будучи человеком с высшим медицинским образованием классическим умея хорошо разговаривать на темы здоровья я хотел продвигать темы здоровья при этом я специально работал над текстом таким образом чтобы создавать как можно больше конфликтных и таких наверно необычных моментов допустим называя допустим неправильно органы или показывая каким-либо образом там исковерка там название и так далее это все вызывало у людей сразу же большое количество возмущения потому что много людей образованных много людей разумных много людей еще каких-то то есть список специально писал неправильно название после этого там сотни человек писала да вы неправильно название написали я не торопился его исправлять почему потому что одни говорили неправильно другие говорили это все создавало ссылочную массу это работа через вот такие системы почему главная забота человека который пробует работать и пробует создать или свой бизнес сделать через помощь другим людям он должен сначала знать что в начале большое количество видео после этого 2 это большое к контента 2 это большое количество экспертности то есть о чем угодно главное что вы эксперт как вы ее докажете паспорт свой покажете или диплома высшем образовании так нет сейчас и дипломы и все остальные документы их можно купить сейчас можно купить это уже смешно просто сейчас можно купить дипломы любого образца можно купить были бы деньги можно купить докторские диссертации можно купить а с тем что сейчас происходит что одни никому не передают информацию других то это можно там запросто делать сегодня можно допустим там человеку из любой страны купить диплом другой страны при этом проверить это там не очень будет легко и тогда ну конечно есть такие дипломы как допустим диплом медицинского института они есть в каталогах можно там их найти и тогда но знаете это тоже нужно заморачиваться искать и тогда но тем ни менее если вы будете с дипломом показывать и говорить о гастроэнтеролог там и при приди я тебя полечу не придет никто а если вы как эксперт будете записывать маленькие видео вот смотрите у доктора берга вы спрашивали диплом нет но при этом смотрят сколько доктора белая берга там 100 миллионов подписчиков и при этом используют методы доктора берга да почему почему он как эксперт выступает ну вот так это все устроено становитесь экспертом говорите о том что вы знаете говорить о тех знаниях которые у вас есть люди будут применять это все после этого начнете помогать в какой-то момент гадайте гадайте просто так люди будут видеть что это совпадает с чем-то после этого приглашайте этих людей чтобы гадали у вас а так люди начинают вот там придите ко мне купите у меня продать им мое и так далее так это никому не интересно потому что они хотят чтобы они хотят либо слушать эксперта либо хотят чтобы хотят просто так что-то слушать или хотят возмущаться и говорит что это все полная ерунда так вот это все устроено поэтому обратить внимание чтобы стать богатым ну вот обращайте на это внимание на то что я сказал а получится не было еще ни одного человека который бы хотел что-либо сделать у него что-то не получилось я уверен что наше волевое желание и наши компетентности развития этой компетентности способна на много у тех людей которые пытаются быть первыми у них стоит задача очень много работать я всегда говорю такие слова если ты пытаешься стать знаменитым то тебе необходимо много денег вот как недавно общался я с людьми они выпустили песню эта песня за пять дней набрала 12 миллионов три спала за четыре дня три с половиной миллиона просмотров и они говорят мне андрей андреевич как сделать так чтобы нас бить нас сразу же посмотрела много людей так очень несложно есть такая система которая называется продвижение видеоклипов она есть теневая есть светлая запускаете такое видео после этого нанимаете журналистов которые напишут статью платить и там 10 тысяч долларов за то чтобы там 5 миллионов человек или 10 миллионов посмотрела после этого опубликуете в разных журналах которые смотрят еще там на 10 тысяч долларов публикацию что вот вышли песня за четыре дня набрала и так далее это все называется информационный резонанс после этого этот информационный а есть очага это если у меня нет 10 тысяч долларов тогда не наберете три с половиной миллиона почему но так не интересно никому почему потому что модно то что уже кто-то смотрел а кто они тот кто смотрел если она только вышла и начали смотрите никто не знал этих людей тогда кто были те кто начал таких людей не может быть это купленные люди ну вот так это все устроено а тогда что делать а если самому если самому хочется только таким образом на своем горбу много выходите если сейчас есть youtube тик ток и так далее много выходите много общаетесь много говорите много снимаете делайте каждый день контент используйте там gpt чат пусть он сразу же пишет для вас там набор основных задач или ответы на вопрос или как снять обучаетесь как работать в видеоредактора в канве как использовать в ютубе там что там какие есть программы в ютубе которые но виде кью есть там какие-нибудь там конвой пользуетесь или используйте какие-либо другие программы так чтобы это все могло быть чтобы быть впереди всех но хотя бы интересными хоть немножко ты вышел из трансляции сейчас я зайду виктория владимиров здрасте андрей андрей скажите стоит ли заморочиться со что ли заморочиться с чем заморочиться сейчас открою наталья бердникова когда будут занятия для первой ступени как можно с вами связаться все занятия для всех ступеней эти ступени все занятия называется сангая вот эти занятия сангая они платные и все номера сангая выложены на моем сайте вообще если вы покупаете первую ступень то вам необходимо ознакомиться с моим сайтом там описано обо мне информация там можно познакомиться с моими книгами инфа семинарами прошли первую ступень хотите занятия по первой ступени переходите к сангая все сангая это занятия по ступеням там сангая один первая ступень сангая 2 там первая ступень еще какая-нибудь и так далее а так занятие сейчас неделя с понедельника до воскресенья эта неделя называется страстная и как раз вот в четверг и в пятницу она и субботу она больше всего связано с страстями которые связаны с физическим телом и если вчера это были там ноги и нижняя часть сердца сегодня сердце и мозг то завтра будет мозг сегодня у людей у которых есть проблемы с артериальным давлением будут максимально подниматься артериальное давление ничем не будут сбиваться но только у тех людей которые вот такие тонкие религиозные чувственные а завтра будут прямо целая куча таких психических состояний все будет бесить раздражаться но это все закончится в воскресенье когда произойдет праздник пасхи христианской потому что христианская пасха она связана с воскрешением иисуса христа иудейская пасха который называется песах или писах она связана с тем что иудеи пришли в израиль или обрели свою землю поэтому эти две пасхи они абсолютно отличаются одна от другой вот тотально совершенно разные праздники аленушка первый раз выслала родителям посылку в мариуполь перевозчики все горят ждите никак не дойдет такое ощущение что обман дойдет она или нет показывает что дойдет илья гаврилов здрасте большое спасибо интересное спасибо очень приятно можно ли практиковать сангэ пасхальные дни до с наступающим спасибо алексей ответил дальше виктория владимировна подскажите стоит ли заморочиться с социальной защитой для оформления лпх стоит конечно да получите все лидия босс тэйн всегда ждем ваши вебинары с наступающим праздником пасхи получил письмо недавно и там мужчина один пишет андрей андреевич у меня много долгов как мне перестать и занимать почему у меня много долгов я всю жизнь у меня много долгов напишите два слова напишите два слова ложь и дальше поставьте тире напишите долг и помните об этом если вы не руководитель страны даже не так даже руководитель страны который врет будет обязательно вся страна кому-нибудь должна а уже что говорить об обычном человеке люди думают иногда что ложь просто так она ни к чему не приведет плохому нет не привирайте просто так не придумывайте истории для развлечения просто не лгите лучше промолчать лучше сказать я не знаю лучше показаться некомпетентным но не врите любые любое вранье любая ложь приводит к двум факторам это к депрессии и к тупикам тупик жизненный связан с тем что у человека появляются долги тупик чувственный связан с тем что появляется депрессия то есть как бы человек не врал рано или поздно это приведет к долгам поэтому лучше не врите говорите как есть и а как же сделать если уже соврали ну вот выход из этого всего это плавно и нежелание в дальнейшем и реориентирование на то чтобы дальше не врать до вранье приводит к тому что люди не могут отдавать деньги вранье себе окружающим душевное или проявлено наталья каратаева андрей андреевич если поворачиваться против часовой стрелки несколько раз перед сном дает ли это омоложение отмотать биологические часы за прожитой жизнь нет нет это не дает никакие манипуляции с физическим телом кроме как дыхание через язык сложенную трубочкой не омолаживают тело наш в китае считают что миром управляет или человеком управляет две чаши весов это верхняя часть весов который называется ли и нижняя часть которая называется кань когда человек живет то верхняя часть его часов она заполнена жизненной энергией которая называется али вода и нижняя часть огненной энергии который называется кань и когда когда человек живет то в момент рождения там где пупок открывается заслонка вода начинает капать прямо на огонь огонь проникает в воду создавая или нагревая ее и так сверху появляется пар огонь нижней гаснет и есть некая практика которая называется переворачивание таких песочных часов коня или когда человек взрослеет то переворачивает и физически есть такой метод его используют в китае тоже но он многим особенно нам европейцам не подходит потому что его необходимо делать не фанатично а мы как европейцы как раз склонны к фанатизму такому безумному я его не советую но там говорится о том что человеку очень полезно периодически находиться так чтобы его голова была ниже нога поэтому продаются даже специальные тренажеры где человек ложится лицом к небу и немножко опускает свое тело таким образом чтобы тело было голова вниз а ноги вверх такие перевернутые йогические позы они тоже небезопасны так как у многих людей с возрастом развивается атеросклероз появляется окклюзии сосудов шейного отдела и появляются проблемы есть проблемы позвоночника есть проблемы внутренних органов есть избыточный вес гипертоническая или артериальное давление гипертоническая болезнь проблемы сетчатки глаз проблемы там уха и офтальмологические и аутоиммунные таки угодно кровеносной системы этом и мальформации всевозможные перенесенные болезни и вот мы начали почему я не говорю как это делать как дышать при этом потому что я бы не хотел чтобы это делали почему начнете переворачиваться и все и плохо вам станет потом она вам нужно а крутится против часовой стрелки или по часовой стрелки ничего не будет почему это говорю я видел людей когда-то присутствовал на празднике суфи и там очень много людей прямо целые горы людей они против часовой стрелки кружились это были люди взрослые к одному из них я подошел узнал этому человеку 72 года и да он чувствовал себя бодренько но особенность этого человека заключается в том что он государственный служащий никогда не работал он хорошо ел всю жизнь хорошо питался у него хорошая жена хорошие дети он мусульманин он всю жизнь был верующим он делает утренний намаз он вечерний намаз делает соблюдает закет там и так далее то есть у него все в жизни именно это вера ему дает силы и так далее вера дает силы поэтому у него но он как все остальные 72-летние люди выглядели на 72 года не ничем не взросли ничем не 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 взросли все связано с нашим циклом биохимическим циклом когда человек дышит то происходит процесс окисления он называется митохондриальный процесс окисления каждая клетка нашего организма она питается глюкозой митохондрия имеет очень большую энергетическую это подстанция который выделяет огромное количество энергии сама клетка она еще и должна внести эту глюкозу за счет калево-натриево насоса после этого должна вывести что вывести но там происходит за счет фермента перуваткиназы тумора м4 и за счет этого вот фермента происходит расщепление глюкозы на молочную кислоту 1 ватт виноградную ки спиру ватт виноградную кислоту арома масляную кислоту с выделением карбоновых соединений которыми является углекислый газ и с формированием или усвоением окислителя естественного который называется кислород в этом случае еще и важным является энзимы которые впускают или делают пористой саму оболочку нашего нашей каждой нашей клетки и это все сложные процессы а сам цикл называется циклом крепца и вот только вот одна из разновидностей вот этого невероятного биохимического процесса и вы после этого хотите мне сказать что окружение против часовой стрелки способна как-то на это повлиять нет так не будет тут такой вопрос почему люди долго не живут зачем людям долго жить зачем если человеческая жизнь это школа в ходе которой человек должен понять что можно либо радоваться либо страдать если человеку сказать чего ты научился на протяжении жизни что могло бы быть полезно для высших сил человек скажет ну вот знаете человек говорит я так много всего знаю много всего знаешь к чего полезного для кого полезного полезного для наверное людей для тебя для детей для чего угодно а для бога это полезно ему вообще это не полезно а что может быть для него полезно есть понятие называется духовное развитие а духовно это какое это когда чувства хорошие когда человек живет он должен обучить свою душу что в мире чувства хорошие могут возникать может возникать часть они за что приятное состояние приятное отношение радость наслаждение жизнью а если человек прожил и он вот таким образом просто прожил как бы выживал и после этого у него спросить как вообще дела человек начинает говорить вот я сейчас вспомнила меня там папа обижал в школе там обижали и так далее то есть в чем же духовное развитие такого человека или такого существа духовного развития нет никакого получается если духовного развития нет никакого а душа все время через воспоминания страдает то зачем еще дольше если ты уже и так настрадался условно это выглядит так человек родился от этого страдал 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 потом заболел страдал и умер в страданиях тогда бог нас любит потому что если человек страдает он дает ему меньше лет жизни тогда страданий меньше тогда зачем дольше жить чтобы страдать дольше так это же бесчеловечно тогда не нужно страдать тогда лучше коротко без страданий зачем еще дольше жить посмотрите сколько страданий вы доставляете тем людям которые живут рядом с вами человек сам страдает потом со временем становится генератором страданий потом обвиняет всех в своих страданиях потом еще и все вокруг должны страдать как и он и вот такие генераторы люди сами страдающие делающие страдания всем вокруг себя они говорят мы бы хотели еще дольше жить ну ладно в тот момент когда человек сам по себе страдал находясь там у себя в одна комната или там большое там во дворце страдал никого не трогал одно дело но когда человек начинает рассеивать свои страдания из-за него начинают страдать и дочки и внучки еще кто-то то не слишком было бы это негуманно с позиции высших сил прекратить эти страдания для всех окружающих людей здесь хочется спросить андрей андреевич но вы же знаете есть такие люди которые делают очень много ужаса вокруг себя политики и так далее конечно я это прекрасно создаю я знаю почему это происходит человек который находится у вершины власти он болеет он заболел ему осталось жить один-два дня рядом с таким человеком находится тысячи тысячи шаманов тысячи магов которые могут это все знать и они говорят мы готовы взять высшие силы позвать смерть но и выкупить тебя у смерти то есть ты сделал столько зла что сейчас много людей ненавидит тебя из-за этого ты болеешь и человек говорит но я хочу еще жить говорят смерть просит чтобы ты посвятил или отдал ей там сто тысяч человек пусть они эти сто тысяч человек погибнут тогда ты будешь еще жить и будешь молодым и счастливым и так далее и жить дальше как ты хочешь жить он говорит хорошо тогда начнем эту войну все конец все понятно все понятно она предельно понятно просто обычно войны такие их начинают дрыщи и умирающие которые всех ненавидят их все ненавидят почему это все происходит ну так теперь подумайте сами я как эзотерик понимаю я бы мог дальше рассказать но уже дальше я буду рассказывать волосы дыбом будут стоять а ну нам никому не нужно меньше знаешь лучше спишь можно ли сочетать дыхание по патрулу с шумом от токсинов можно лариса моя взрослая дочь недавно увлеклась фигурным катанием при этом учится в институте можно и этим заниматься да можно она не только увлеклась те девочки которые увлекаются фигурным катанием начинают рисовать зрелом возрасте достигают очень больших результатов в чем в жизни это все великолепные эмоции это много счастья а что мы вот прожили всю жизнь знаете вот я там ну мне повезло моя мама мне не запрещала ничего я то в на музыку ходил занимался музыкой играл на инструментов стихи писал морза занимался там танцевал и там все что стип там журналистикой занимался писал потом обучался потом играю всю жизнь я всю жизнь вот за час до того как провести этот вебинар есть куча работы но и все отложил и вот моей жены послезавтра день рождения хочу сыграть и и спеть тихонечко песню и специально для нее сочинил песню специально для нее подобрал вот аккомпанемент такой постараюсь ей там тихонечко сыграть и спеть да возможно ей не понравится на конечно не подаст виды но это не важно это совершенно не важно почему я это делаю это прекрасно в каждой у каждого человека есть что-то что можно потом развивать вспоминать и наслаждаться этим кому-то нравится музыка кто-то находит наслаждение в словах это как дополнительное наслаждение очень часто женщины начинают вышивать выходят замуж очень часто женщины начинают там писать что-либо замуж выходят почему это так мир устроен знаете когда женщина становится нужной когда женщина дает что-то этому миру то этот мир готов что-то брать правда дает красоту не будет опасным ничего не дайлка санувал добр вечер добр вечер и на всички приставащие от болгария спасибо оксана не по теме сегодняшний но пожалуйста подскажите узи показала кисты в груди 1 и в другой 3 размером 4 и 7 миллиметров вручную они не прощупывается и грудь не болит как лечить нужно обязательно нужно обязательно мнение эксперта ты же понимаете что вот сейчас вы мне сказали она может быть просто там небольшой кистой а может быть фиброзно-кистозной мастопатии на фоне жары а может быть чем-то совсем нехорошим пусть сначала эксперт поставить диагноз то есть он скажет это не допустим это не фиброзно-кистозная мастопатия в динамике не увеличивается провести исследования которые скажут что это не злокачественные новообразования и так далее час есть уже не нужно делать биопсию и гистологии гистологические исследования не нужно делать самого узла сейчас есть анализы крови которые могут помочь человеку ну где-то с вероятностью по моему там на 30-40 50 даже процентов сказать что да гипотетически есть смысл дальнейшем оперировать там или проходить какие-то курсы или производить там гистологические исследования а до этого момента но говорить чем лечить ну знаете чем лечить не зная что это давайте лучше не с этого какие есть эзотерические методы лечения человек представляет будто в том месте где у него находится узел находится узел его достает развязывает этот узел и бросает вот так многократно скажите какое имеет значение статуэтка слоника у которого хобот вверх и вниз большое спасибо статуэтка слоника обозначает любовь не верьте никому абсолютно ни одному человеку который вам будет говорить что статуэтка слоника обозначает материальное благополучие это ошибка даже если человек говорит ом-гам-ганапатайена маха и думает что это принесет ему материальное благополучие это неправда существует определенная тантра она называется шива шанкара тантра и что в этой тантре написано написано что любимым сыном провати был был ганеша и он сидел у нее на колени и влюблял в себе всех такой красоты и такой любви как делал ганеша не было ни у кого если женщина не может выйти замуж и будет носить с собой ганешу или будет возле его стоп ставить свечи то будет чрезвычайно богатой и будет чрезвычайно среди мужчин популярной если мужчина выйдет за женится быстро если перед вами находится женщина и мужчина если представлять будто этот мужчина или женщина имеют хобот и слона и слоновье ушки то тот человек который вы представляете который вы перед вами становится начнет вас обожать а лакшми а лакшми обозначает здоровье а лакшми находилась в на руках лакшми является дочерью провати и шивы и находится у него на левом колене и она обозначала он проявлял он проявлял разрушение она проявляла он являлся элементом разрушения ант энтропии она элементом создавания и элементом восстановления поэтому болезнь разрушает если молиться лакшми это болезнь отступает если не родит огород допустим и у вас есть где-то проблемы связаны с тем что деревья там умирают лакшми является прообразом земли поэтому хорошее отношение к лажми представили дерево вместо дерева лакшми посыпали сахаром полили молоком погладили и сказали ты лакшми моя земля почитали на ваше поле мантру он хрим шрим клим на на мах и начнет все плодоносить почему женщина которая не может родить ребенка и у которой нет семьи детей и нет вообще семьи вот она может это делать перед стопами лакшми а там столько всего лакшми дарующие деньги нет лакшми скорее может помочь семью создать лакшми может дать человеку любовь и может дать человеку рост то есть из чего состоит материальное благополучие она состоит не из того что люди зарабатывают деньги кому течет любовь если любовь течет к человеку к нему текут и деньги а лакшми это что лакшми это когда все может родиться то есть все что мы имеем вокруг себя это все дала земля даже близкие которых рядом с нами их тоже земля породила кто-то скажет нет мама родила с отцом а еда где была вся еда из земли все дает земля железо минералы все все это все земля это все земля чтобы вас оба обожали представляете а чтобы на вас женились представляете лакшми оксана добрый день андрей андреевич вы очень помолодели правда надо же так уже много лет мне я уже первую половину своей жизни почетно прожил ура евгений андрей андреевич подскажите пожалуйста как восстановить тазобедренные суставы аутоиммунный териодит состояния полного разрушения уважаемая евгения готов ответить вам на эти вопросы но давайте вы мне их зададите во вторник если во вторник вы мне зададите эти вопросы на моем вебинаре здоровым быть легко поможет вам дуйко я с удовольствием отвечу на вот эти два вопроса сейчас к сожалению не время солнышко подскажите пожалуйста после к вида нарушения сна назначили квин тяг квин тяг так ветерон действующее вещество квитиопин 025 правильно принимаю уже больше полгода пол таблетки как уйти не уйдете вам не лечат бессонницу вам лечат данный препарат является ингибитором захвата дофамина то есть у вас убирают дофамин из щели и тем самым создается сон потому что это говорит о том что у вас сильнейшая психическое перевозбуждение что такое перевозбуждение перевозбуждение это когда очень много информации это когда вы очень сильно себя раскачиваете не можете успокоиться что может помочь неподвижная медитация закрытыми глазами о чем угодно можете думать засекайте время закрывайте глаза и не шевелитесь начнете вот так вот сидеть по одной минуте по три минуты можно смотреть в угол стены вот так садится кстати кто нибудь знает почему в угол ставили детей сейчас расскажу именно поэтому очень рекомендую проводить вот такую медитацию а как без таблеток вот медитация поможет медитация поможет если человек перевозбужден а другими методами никак не спасете себя дофамин а дофамина чего у нас кофе это дофамин сигареты дофамин яркий солнечный свет дофамин дальше спорт дофамин секс дофамин это все дофамин а вам он вредит вас получается его столько накапливается что он вечером не уходит и вам нужно чем-то дофамин гасить а чем дофамин гасится едой а где что вырабатывает больше всего дофамина больше всего дофамина вырабатывается когда у человека очень высокая соляная кислота в желудке и это очень синергировано с артериальным давлением кстати чем выше кислотной желудка тем выше артериальное давление когда снижается кислотность понижается если переходит прямо на щелочную кислотность то в желудке то давление становится мега низким ну вот где-то так поэтому люди у которых артериальное давление высокая могут переходить на щелочную пищу или которая повышает щелочной баланс в желудке а люди которые которых низкое давление наоборот которая может повышать кислотность ну и опять таки в случае если у человека вот такая бессонница человек не может спать по ночам не может никак успокоиться это говорит о том что необходимо меньше специй необходимо меньше стрессов меньше специй необходим отдых гуляния но вне без спорта активного все должно быть такое пресное перейдите на пищу которая пресная там орешки не жареная такое все чтобы вареное было переходите на пищу в которой будет много не будет специи никаких без копчености ни в коем случае алкоголь и кофе и чай зеленый вот так медитации массаж лежание на острых ковриках там аппликаторе кузнецова спиной а так никакими специальными средствами не поможете себе магний можно попринимать альбина скалкина у меня день рождения в пасху 05 05 1975 у альбина пожелайте счастья пусть у вас будет частью я вдова 6 лет пусть следующие 6 лет будет частью уже не вдовой подскажите можно удалить родинку на лице с которой родилась можно не бойтесь вы очень элегантный красивый мудрый человек спасибо пожалуйста очень приятно ваши комплименты мне милы как усмирить аритмию берете вот так вот два берете вот так пальцы так чтобы указательные пальцы можно и с указательными но обычно делаю так берете третий четвертый палец и тяните а потом разрываете это убирает аритмию вашем случае аритмия является следствием зажима позвонков 4 5 и 6 грудного позвонка и обычный массаж этих позвонков может убрать у вас аритмию навсегда поэтому не нужно говорить спасибо уберите у себя аритмии еще вашем случае может еще помочь мед перед самым сном 1 чайная ложка меда перед сном дочь никак не может встретить своего мужчину выйдет ли она еще замуж выйдет наталья бердникова как твою здрасте андрей дочь можно спать слушая мантру шурангам нет лучше нет не нужно слушать мантры когда человек спит вообще человеческий сон должен происходить в тишине не разрешайте себе спать дело в том что внешне не это никак не проявится если вы спите с наушниками но дальше у вас обязательно начнет подниматься холестерин обязательно это проверено прямо вот наверняка исследуя людей музыкантов свое время которые были моими друзьями у них очень у всех повышался холестерин было нормально 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 до какого-то года хотя они пьющие все были а потом прямо безумно я говорю когда у тебя появился телефон с наушниками и вот меча говорит да да и так вот с этого момента и начала все появляться конечно почему потому что человек на ночь засыпаю одевает наушники и спит под музыку это все плохо центральная нервная система работающая не потребляют митохондрии она питается как раз холестерином высокой плотности когда холестерин высокой плотности не переваривается нашими мозгами а мозг за ночь может переварить от полутора тысяч килокалорий до пяти тысяч килокалорий представляете как много в это время он не будет это делать случае если у него в ушах наушники то человек будет не только повышать холестерин у него будет еще и появляться избыточный вес и это никак не связано с питанием доброго дня андрей дыжпи скажите будь ласка еще роботы с волосами писть лепи стригания чтобы он и гарно рослы классная есть штука такая называется лук и гусиный жир берете делайте из крапивы порошок берете из крапивы порошок добавляйте сок лука и добавляйте и добавляйте жир гусиный еще можно гусиной гусиный желток делайте вот такую квашню и вот этой квашней натирайте волосы вот если натереть перед тем как мыть волосы подождать одну-две минуты и потом смыть то даже с шампунем то волосы растут очень быстро проверено у меня есть великолепный препарат это спрей называется трихо потенциале ум если брызгать и втирать то волосы вырастают густые толстые по себе проверил екатерина кремлякова более поясницы мучаюсь около года до у вас это связано скорее всего с маткой она у вас увеличена и скорее всего там миомы врачи ставят остеопороз остеохондроз имеешь позвоночная грыжа ну из-за этого и болит более неплохо проходит аж трейд в пояснице ну конечно они не будут проходить грыжу просто так остеохондроз и остеопороз нужно лечить остеопороз кальцием остеохондроз там инъекциями коллаген каолин коллаген допустим гиалуроновая кислота инъекции ась глюкозамин хондроитин ну а как вы хотели очень может помочь убрать боль неврологическую может помочь убрать никотиновая кислота и аскорбиновая кислота если принимать никотиновую не скорбин яскорбиновую лежать на колючем коврике по 10 минут два раза в день поясницей то уберет очень хорошо помогает если шестяную нитку желтого цвета носить и вообще ходить в корсете ну хотя бы по одному часу в день добрый вечер андрей дескока нужно свечей зажигать на подоконнике одну в субботу одну один раз в субботу считается что свеча зажженная в субботу и стоящая на окне поможет переродиться и быть счастливыми людям которые являются вашими предками прилетели утки у меня на озеро прилетели утки какие красивые обалдеть вот эти такие толстые селезни бегают у меня там по водичке добрый день меня зовут надежда начали сильно болеть грудная клетка именно к кости спина не знаю в чем причина ни с того ни сего это у вас межпозвоночная вернее это у вас межреберные межреберный остеохондроз купите камфорный спирт и просто натирайте это место все пройдет выкладись мудрости вас очень интересно слушать спасибо достался дом от мужа половина которого принадлежит его тете которая не живет в украине с 90-х скажите смогу я получить от нее ее половину показывает что нет наташа извините что возможно не порадовал вас елена аксама авати подскажите как выжить тяжелый сколиоз горб болит мне 65 лет я держусь как могу стараюсь делать гимнастику плавая что меня ждет два позвонка уже разрушены принимайте никотиновую кислоту и принимайте аскорбиновую кислоту говорю серьезно аскорбиновую принимайте по 0 5 миллиграмма два раза в день на протяжении одного месяца а никотиновую принимайте по 0 25 миллиграмма но тоже можно по 250 миллиграмм можно принимать один раз в день желательно перед самым сном могут помочь такая вот странная есть терапия на вокаин если у вас нет аллергии на вокаин внутри мышечно внутри мышечно 10 миллиграмм один раз в день 7 дней подряд но не вместо где горпа вот куда-нибудь в в мышечную ткань обнаружили саркоидоз чем можно вылечить вот эти вопросы я на них готов ответить во вторник напишите мне в youtube канал там где я провожу свой семинар здоровым быть легко поможет вам дуйкой я готов ответить вам о том какие препараты применять для того чтобы вылечить саркоидоз все это можно лечить все это понятно и все сложно конечно но возможно наташа гренцер 2 гбр ой спасибо так приятно сегодня несколько человек а именно посмотрю алексей стал спонсором и наташа гренц гренцер на 2 доллара и так понял ли это 2 евро сделали сделали мне подарки огромное спасибо за поддержку такую теперь я сто процентов на эти 250 гривен куплю подарок помидорок вот они стоят 250 гривен за килограмм и съем за вас спасибо за снг 37 скажите как узнать что нашла свою истинную любовь стоит ли выходить на все свидания на которые зовут конечно вы говорили на ступени 2 несомненно нет такого абсолютная любовь абсолютная любовь нет это опыт двух людей совершенно чужих которые начинают друг с другом жить этот опыт если предложили соглашайтесь пожили не получилось расходитесь нет нету в этом страдания бог создал человека чтобы люди радовались от того что человек не идет на свидание не хочет ни с кем встречаться от этого опыта он не наберется если жизнь это опыт то каким образом его получать почему женщина не может выйти замуж потому что опыта мало тогда что нужно сделать но добиваться опыта чтобы опытная была а там настоящую любовь так не бывает ни у кого не бывает настоящей любви это все ерунда и по моему мнению придуманные какие-то доктрины такие знаете очень много есть таких людей которые живут как живут вот близкие мои говорят вот ты живешь со своей женой вас настоящая любовь я на это им всегда говорю а ты живешь со своим мужем и это настоящая любовь нет мы иногда ругаемся на кто сказал что в настоящей любви не ругаются кто сказал настоящая любовь она может быть в другом просто когда человек говорит моя любовь какая она будет настоящая а что вы подразумеваете под словами какая она настоящая любая любовь и любое событие между мужчиной и женщиной это все по-настоящему раз вы живете раз в этом проживаете раз есть слово люблю значит это настоящая любовь а там но он же так как сделать чтобы не бросил восхищайтесь мужчиной не бросит никогда каждый день восхищать грех какой-то молодец как какой-то умница так хорошо такой умница так все получается такой молодец всего это великолепно работать проявляйте милость к этому человеку будете получать его благость милость это значит миловать прощать милость это значит не разражать не раздражаться целовать милость это поддерживать милость это обращать внимание милость это миловать противоположность милости это судьей быть знаете как получается обычно женщина судья это женщина которая постоянно драконе то есть там моё последнее слово да пошел ты сколько можно вот это ты нажрался или там вот это ты жирный ты толстый не лежи не сиди а ты такое ты такой ну и все один судья, другой подчиненный. Рано или поздно подчиненный убежит от судьи. Все, рано или поздно это закончится. Плюс еще вранье. Когда мужчина с женщиной начинает встречаться, старайтесь не врать. Ни кто были родители, ни кем там вы были, ни какие-то истории, ничего. Не надо вам это. Почему? Жизнь, основанная на неправдивых отношениях, рано или поздно разрушается. Нельзя жениться ради. Нельзя. Нельзя жениться ради квартиры. Нельзя жениться ради того, чтобы у отца, отец был у сына. Нельзя ради чего-то жениться. Это очень плохо. Вот это ради чего-то самое плохое. Ради чего нельзя. Не ради чего нельзя. Просто так. Нравится мужчина. Прикоснулся. Понравилось, как прикоснулся. Обнимает там. Хорошо пахнет. Нравится как он. Не надо ради чего-то. Просто так женятся. Просто так. От одиночества. чтобы рядом кто-то был а жить ради это же проституция знаете это на что похоже я тебе как мне одна женщина написала что мне делать я с ним переспала потому что он пообещал мне подарить сережки золотые но сережки золотые не подарил и сказала сама виновата ты у меня не просила я сейчас обижаюсь потому что это обман извращенной форме а то что это проституция в извращенной форме не похоже на это сейчас сильные дни впереди пасха сын в тюрьме 30 лет как ему помочь не делайте сейчас ничего с сыном потому что это ухудшит ситуацию никакие сильные дни нет сильный день это только пасха это прощение вот попросите за сына как я обучаю на первой ступени у высших сил более ноги не могут поставить диагноз подскажите что делать понятия не имею может быть может быть полинейропатия на фоне сахарного диабета артрит может быть все что угодно понятия не имею если бы вы писали мне я ученица первой ступени просмотреть я бы просмотрела так я не просматриваю людей мне люди не интересны простите что это говорю вы болеете вы за что-то болеете зачем мне вас просматривать что мне от этого вот отправили бы мне там рубль какой-то я бы там знал что у меня платили а так я вас просмотрю часть болячек себе заберу они мне нужны ищите мое видео о дуэку заберу болезни поздравляю вашу семью с праздником оксана андреевна дорогую счастье и радости у меня праздник будет он будет у софии моей любимой жены у дочери мои она андреевны это тоже у нее праздник день рождения у сестры родной день рождения тоже еще одной сестры с александра у нее тоже день рождения только у нее восьмого и у моей дочери восьмого еще получается майские праздники для меня это в этом году не только пасха еще пять дней рождения такой пентакль из пяти из пяти любимых женщин а если пентакль из пяти любимых женщин то это я тогда туз пентакль это говорит о том что после 5 мая после 8 буду еще в сто раз богаче все всем врагов нас доченька у меня сегодня юбилей мне исполнилось 50 лет а я старше можно ли мне попросить у вас подарок нет не можно здесь я не ставлю в аджарные котлы пишите мне в телеграмм конечно можно я бы и так поставил без подарка иисус христос свое время сказал что для человека грех быть богатым сейчас еще сибирь вспомнил воровать плохо прелюбодействовать врать плохо хорошие слова говорил иисус христос забрал у людей грехи я думаю что если бы этого не произошло то у людей было бы очень плохо в жизни потому что были бы такими как в средневековье да наверно почему я так решил дело в том что опыт вот этих двух тысяч лет после рождества после вернее ну правильно после рождества христова он показал что люди несмотря ни на что изменяются жизнь меняется она становится лучше с одной стороны а с другой стороны происходит деградация и по моему мнению даже понятно почему деградация происходит для меня нет секретов к радости потому что я понимаю что чем хуже ты обучаешь детей которые учатся в школе тем лучше они относятся к власти то сделала из детей деградирующих существ тем они будут лучше относиться к власти которая может свою очередь делать все что угодно она будет самое лучше главное говорить знаете как в гипнозе они самые лучшие они самые лучшие почему потому что человек плохо учился потому что когда он получал образовательные программы то ему ничего не советовали мы не объясняли как это делать сейчас это все невозможно остановить одни хотят развиваются другие не хотят но деградация на все равно происходит и вот я представляю как свое время происходило деградация в те века когда жил иисус христос то есть люди деградировали они могли там запросто убить насиловать раз он об этом говорит значит это было очень актуально и таким образом когда он как бы воскрес и сказал что я откупил людей то после этого началась новейшая или яркая эволюция я так думаю что вот такие люди сподвижники они могут включать процессы эволюции и изменять эту эволюцию в сторону при которой у людей появляется жизнь и она становится легче до много есть за и против потому что знаете такие истории они они ну сложны можно много говорить о том что ну там иисус христос но история об исусе христе это было не новинка потому что в свое время в греции существовала такая же история где непорочная женщина которая жила с мужчиной от бога родила ребенка который совершил много подвигов имел множество учеников ребенок родился от зевса его тоже распяли и после этого он умер и после этого воскрес явился к своим ученикам я говорю это история о геракле это правда вы можете почитать такая же история она многократно повторяется я ее читал такую же историю с одним из королей или царей которое написано или описано в махабхарате и я могу сказать что это ничего не меняет и не изменяет в этом мире почему любые истории людей которые при помощи своей внутренней воли доброты которые при помощи своей воли не поддавая судьбе не поддаваясь какому-то влиянию все равно шли к своей цели добивались своего наперекор всему не имея денег не имея имея только веру имея только силу имея только желание смогли изменить один маленький человек в глубине маленькой точки на огромной планете в средние века смог изменить время и течение времени также сделал и будда и магомед и так сделал много примеров этому всему конечно же этому всему много примеров но такие люди они ну наверняка на сто процентов нужны они помогают этому миру увидеть альтернативы и в тот момент когда людей загоняют стоило и делают сверху или ставят сверху клеймо вот такие светлячки они могут провести люди и сказать что все возможно все возможно и наверное наверное вот эти знаменитые притчи где говорится о том что не укради не убей они наверное все таки меняют эволюцию и меняют мировоззрение людей о том что нельзя быть богатым это знаете о справедливости говорят но тогда говорили по-своему сейчас это воспринимает по-своему почему эволюция все меняется со временем будут еще наверняка такие люди у них будет что-то еще другое по-своему но такие люди они этому миру нужны ведь кто-то должен говорить о том что существует любовь друг другу о том что есть милосердие о том что быть быть теплым и добрым это тоже не обязательно быть дураком о том что существует терпение о том что придавать плохо о том что ну таки об этом кто-то должен говорить потому что на пути к улучшению жизни знаете есть такое правило если в замкнутом пространстве бесконечно ложить кубик на кубик то рано или поздно все рассыпется это правило энтропии поэтому точно также но это эволюция как бы она не длилась она все равно будет распадаться но в тот момент когда все распадается необходимо чтобы нашелся тот кто будет говорить о том как нужно строить поэтому вот такие люди они появляются в этом мире те которые когда все распадается когда духовно распадается душевно распадается то появляются такие люди которые может быть и не люди и рассказывают и объясняют и обучают тому как необходимо складывать кирпичи для того чтобы быть более счастливым в новом витке этой эволюции в которой мы проживаем я желаю вам всем искренне искренне счастья любви и радости сейчас в честь дня рождения нашей школы 14 лет на моем сайте он указан вот в этом месте вы можете вот сюда сейчас перейти найти либо оператора либо адрес моего сайта перейти на сайт и внимательно изучить мои семинары среди этих семинаров есть семинары которые посвящены увеличению материального благополучия это ступень и духовного развития которые называют школой кайлас это семинары для быстрого замужества и даже для похудения о том как можно наладить отношения с близкими или даже удалить порчу из глаз семинары которые посвящены христианской тематике и буддийской тематике и индуистской тематике семинары по привлечению денег или открытия денежного потоп потока потопа обязательно переходите почему я говорю что мои семинары не могут быть интересными посмотрите на меня я счастлив разве это не доказательство того что человек может достигнуть части используя эзотерические методы вот перед вами сидит человек который стал и богатым и здоровым и любимым и счастливым как раз используя по максимуму эзотерические методы не допуская ошибок и не стесняясь выходить перед своими учениками и просто знакомыми и друзьями и высказывать свое мнение ну что мои светлячки с праздником вас с праздником пасхи желаю вам счастья